Всем привет! 14 октября, пивная пятиминутка Илья. И сегодня бы я хотел начать вот так вот, примерно вот так. От создателей до шумевшего своей беспонтовостью среди пивных блогеров и нормальных людей. Пиво-сладовар пшеничное белое и сладовар кристалл барихинское. Встречаем барихинский пивзавод. Вот так вот. Люблю, ой, прошу любить и жаловать, как говорится. Страшно, страшно до жопы. И вообще вопрос, какого хрена я себе решил испортить пятницу. С пятницей всех еще дополнительно. Завезли у нас, да? Новиночки в КБ. Барихинский пивзавод. Там еще один будет в понедельник. Остальную линейку, она у нас давно уже продается. Больше года двух. Двух уже лет даже. Если не больше, продается в разливном магазине. Их линейка большая такая, обширная. Подождем, что у нас еще завезут в КБ. Остальную линейку пока пробовать не будем. Ёб твою мать. Да, испортил себе пятницу. Вот я же извращенец-то, а. Угадайте, чем пахнет. С трех попыток. Нет, ни картоном. Нет, ни мочеными яблоками. Да, любимая санина. Опять пахнет мочой. Это крутяк. В общем, это у нас Барихинский пивоваренный завод. Пиво светлое, Барихинское, фильтрованное. Натуральный продукт. 4% алкоголя, 11 плотности. Такая стандартная схема. Ну, пробка, да, классная. Завод тут нарисован. Брондированную пробку, наверное, все у них видели. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное. Состав вода, солд, пивоваренный, ячменный, светлый. Хмель, дрожжи. Да вы что? Что у нас? Солод такой беспонтовый? Что, реально? Реально вот стали люди писать, что к нам какое-то прокисшее пиво доходит. Такое ощущение, что прям все. Оно с дрожжой. Плюс мочевой такой запах. Даже ароматом не назвать. Плюс сластинка солодовая. Ну и плюс беспонтовый солод. Там такой купаж, короче, прикольных ароматов, которые, я думаю, вы оцените по достоинству. А может это опять этот пиво-вариант из горла? То есть не надо его нюхать. Специально вот и пробку у тебя откручиваешься. Открыл и повеселел. Чего еще не прочитал-то? Все прочитал. Состав прочитал. По алкоголю все прочитал. ООО «ТД» Борихинский. Россия, Новосибирская область. Город Бердск. Ух ты, а я даже не знал, что Борихинский находится. ООО «Борихинский» предзавод. Чего? А, изготовитель. Тут был торговый представитель. Понятно так. А изготавливаются? Нет. Поселок Бориха. Это у нас Алтайский край. А то я с Люкбердск какой-то думал. Когда я пропустить успел такую? Без ГМО написано. Розлив у нас 7 сентября. Сейчас у нас, ну, больше месяца. Чуть больше месяца пиво, как бы. Месяц и неделька. Хуйот. Так, пробуем. Что же значит? Ну, на цвет я не сказал. Так, карбонизация. Ну, есть какие-то пузырёшки. Лёгенький цвет. Кстати, мне нравится. Такой золотой, приятный. Вот, знаете, как будто вот. Перед вами хороший светлый лагер. Но аромат оставляет желать лучшего. Пробуем. Я надеюсь, по моему лицу всё понятно. А чё оно такое выдохшееся? Так, первое впечатление, то, что вот эти дефекты, практически все они есть и во вкусе. Плюс оно настолько мягко, странно мягко, как будто оно не карбонизированное. Оно максимально нелёгкое. Послевкусие какое противное. Оно с дрожжой. Прямо как будто вот вам в разливайке налили. С такой хорошенькой дрожжой, неприятным солодом. Без кислинки оно абсолютно нейтральное. То есть максимально. Вот, походу, сегодня придётся рендерить. Почему-то видео отключилось, включилось заново. Твою мать. Записывать заново я не хочу. Я просто соединю две половинки. Мало половин. Так. На чём я закончил? В том, что оно максимально нейтральное. Это для любителей... Как этих любителей назвать, я не знаю. Подскажите, пожалуйста, которым вот не надо пива. Они вот мне вот пиво, пожалуйста, без горчинки, без кислинки, максимально нейтральное. Вот такие вот люди. Таким хочется сказать. Так иди воды попей. Нахуй ты пиво берёшь. Вот оно такое. Плюс из беспонтового солода. Абсолютно. Всё и с послевкусием. Как будто ты выпил литрушку беспонтового разливного пива. Причём залпом выпил. То есть осадок в послевкусии вообще... Фух. Как кошки насрали. В общем, у Барихинского завода ничего не меняется. Всё так же плохо. Посмотрим, что будет в понедельник. Как я и сказал. В понедельник день тяжёлый. Понедельник. Так. Да, в понедельник будет следующее. В общем, чё-то регионалы вообще не радуют. Странно как-то. Куда они все катятся? То есть вот трёхсосинский у меня прямо начинает в лидеры выбиваться. Это я ещё не пробовал три от них пива, да? Знаете, там Вилдмайя какой-то, ещё что-то. Закос там под Чехию, Бельгию и Немецию. Вот это я ещё три баночки не пробовал. Но я чувствую, там тоже жесть полная. Судя по отзывам блогеров. Так что я очень даже верю, что там так и есть. То есть трёхсосинский, Борихинский, Форштадский. Кстати, новинки есть от Форштадского две штуки. Надо затестить, как у них там поменялось что-то в лучшую сторону или нет. То есть что не пробую, что какие-то дефекты непонятные. Оборудование, такое ощущение, что у них чаны после варки вообще не моются. Трубы уж тем более, по которым всё это дело перекачивается. То есть, ну, блин. Ну зачем так плохо? Можно же сделать... А, это сложно. Светлый лагерок. Ну не умеете, ну делайте другое что-нибудь. Где легко аромат... Ну, в крафт видите. Где легко завуалировать вкус. Светлое пиво вообще не для наших регионалов. Это, сука, очень плохо. Прямо пипец. Как будто осадок из кеги в рот вылили. Вот это вот дрожжу, я её чувствую прямо издалека. И вот она здесь... А пиво-то фильтрованное. И осадка никакого нету. То есть... А во вкусе дрожжа есть. Как такое может быть? Недоброт? Ну, ХЗ может быть. С объёмами КБ. Они даже, наверное, пиво не дображивают. Просто отправляют. И всё. Там уж бутылки. Ага. Кого там добродит, если оно всё мёртвое? В общем, такой у нас Барихинский завод. Не рекомендую абсолютно. Если вы, конечно... Не любитель вот именно такого разливного. Обзываться уж не буду. Каждому своё, да? Как бы... Если вы любитель вот разливного, вот этого вот всё светлого, дешманского. Из этого. Из разливайки. Вот, пожалуйста. Это ваш вариант. Только в бутылочный. Не мой точно. У меня что-то это... Осадок какой-то тяжёлый. Как будто, блин, пшенички долбанул. В общем, всё. Завтра увидимся. Завтра суббота. Завтра у нас будет... Ахель. Как и говорил, да? Завтра у нас сахель. Будем пробовать, что ж там в блонде у них интересненького и вкусненького. Надеюсь, повкуснее вот этого будет намного. Всё. Всем пока. Не болейте. Берегите себя. Будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Открывайте для себя новые пивоварни. Ну, всё. До завтра. Увидимся.